привет всем с вами эндумер десятый уровень 10 уровень третьего дума называется трансфер трансфер связи вот так вот уровень этот называется после лаборатории альфы после завода n pro кстати я понял что он про это значит энергетическое производство они просто дурацкое слово который мне таковым именно и казалось следующий уровень трансфер связи который приведет нас я так поймать центр связи в которой поехали те два мужика которые судя по всему вовсе не такие уж и добрые милые пушистый каким как казалось бы что ж по руках плазмаган 90 здоровья почти полная броня мы сейчас побежим по поверхности марса и перед этим посмотрим что у нас п.д.а доберитесь до центра связи что же довольно лаконично поэтому не будем больше как бы на этом останавливаться запишемся и побежали по поверхности в этот раз я что-то подозреваю что поверхность будет подольше чем в предыдущие и наверняка там будут монстры я не знаю этого наверняка давайте посмотрим побежали ой как тут все тут все коробки вот смотрите новый монстр ну я так понимаю как а демон реально пришел уклоняться от моих выстрелов плазмы хорошо куда дальше побежать что я мало затормозил о кислородного баллон сюда ухты паутинник устанавливают вообще хорошо да я так понимаю что как а демон это был странно что нам его никак не представили а тут что тут ничего а еще кислородный баллон смотрите ой вообще хорошо ну что ж буду стараться собирать их спасибо что показали спасибо что научили на самом деле очень нормально кстати короткая довольно пробежка все равно все равно короткая пробежка я думал будет побольше но это пробежка показала на то что кто где у вас привет бегу плод а плод мне показалось плод надо вызвать на маленьком плоту полетим мы обратно на землю чтож 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 улица была не такой долго я не знаю почему могли сделать и в два то и три раза дольше учитывать где где-где а прям в лифте в этом учитывая сколько там лежало баллонов с кислорода могли сделать подольше звуки не прекращаешься а это в рейс оба промахнулся промахнулся тела еще будут самые стартовой комнате я даже выйти не успеваем еще договорить даже не дают вот они кстати видимо валяются тикают они это просто газ какой-то ну не взрывается короче кислородных баллонов там было много можно было сделать битву на свежем воздухе и побольше подлиннее при том всего один жалкий монстр это странно на о панке ха ха какой же ты глупый к вот стоит только спрятаться за уголок и они сразу начинают бежать они сразу начинают бежать вперед забивая на всю тактику стратегию на прятки на все забивают и просто идут как дурачки к своей смерти вот это мне что-то вообще ребят не нравится ладно быстро завершу мысль на улице мы познакомились тем что есть кислородные баллоны значит наверняка придется побегать еще и наверное побольше чем в этот раз придется побегать я так полагаю потому что зачем бы нам их показали и кака демон кака демон который выглядел вот так я стрелял стреля в него он уклонялся но в этот раз без видюшки без видюшки просто вот те кака демона догадывается сам кто это вот и все ладно едем дальше я не знаю что 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 почему все в такой кровяки наверное наверное босс или что видели 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 он под землю провалился прикол а ты ходишь гуляешь да какие-то ленивые все таки сверну это я не понимаю какие-то лениво ходящие еле-еле перебирающие снующий импуль что это было все это было вообще ну понятно что там какое-то заклинание опять на нерусском было непонятно что наверно даже не на английском какая-то латыни или чем похоже но но не надо было на подходить сюда но здесь байт лежал виде брони эта штука меня ударила кто это было я думал топинки стучит но нет не демон это какое-то жесткое тело тело а им походит как-то тупят еле-еле перебираться один вообще под землю ушел ваш бедолага мне показалось здесь снова будет марсуевер стоит скелет чё ты ржешь вообще-то хватит там ржать испугался скелета которого ты толкнул что еще одного гарри опять телекинез ты жив нет чуть ли совсем ты жив вот еще главное смешно ему напугал меня скелет и мы рады сейчас вот эта труба заработала какие-то скримаки пошли сплошные но я реально пересрался когда тот чувак или кто там был когда тот демон какой-то монстр пробивал головой дверь но нет смотрите здесь поверхность и пауки поверхности пауки плохо я предполагал что придется бегать много в этом уровне не настолько же так как от окна еще 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 полу что может быть хуже пауки на поверхности марса вы только представьте себе вот это наверное самый худший энкаунтер который можно себе придумать мало того что время жмет на жопу потому что начнут задыхаться еще и пауки которых надо постоянно убивать это мне что-то вообще не нравится ну благо баллона валяется просто немерено может быть не стоило собирать их все вон еще пруд пауки кстати можно было просто уехать наверное так и сделаю но хочется же всех убить и кислорода прям до хрена еще поэтому давайте полазим посмотрим что тут у вас еще вот еще кислородный баллон какая-то мышка с аптечкой нормально нормально можно гулять но правда если я прыгну туда я думаю я уже не отскочу обратно не так уж и страшно на самом деле не так уж и страшно думал я чтобы похуже плюс я помню что задыхается он вовсе не быстро там по десять или по пять раз пять секунд это немного это немного это норм авто сейф какой-то напряженный довольно уровень на самом-то деле вот то где откуда а чего дали бум тастик я не не знаю что за чего к сожалению не подписывают но я предполагаю что это так где ты вот он ты бум тастик не стадошка перевести короче взрыва к наверное или что-то около этого чихнуть хочу не могу весь день ну я получил точу после того как взорвал бочку значит на два варианта либо на взрыва дохрена бочек либо либо на убивать дохрена бобов бочками правильный где ты я тебя не вижу может быть не знаю не знаю на взрывать бочки на убивать мобов бочками я не так часто убивал мобов бочками наверное просто нам взрывать бочки ну я думаю что что-то из этого так что туда или наверх я думаю сочетаний думаю сначала наверх вот и включил ты стоял просто на месте они включал где кто о как а демон сюда пришел статни сил он бьет и не так уж и быстро умирает Трёх прямых выстрелов дробовик в голову. Три хэдшота выдерживает какодемон. Вполне себе немало. Вполне себе немало. Так, я побегаю пока с плазмы, наверное. О! А птички, кстати, не было. Так, что ещё? Я не знаю, в этом уровне как-то стараются скримерить. Вот вы видите, да, скримерить. То скелеты двигают, то монстр там выбивает дверь, то труба там с паром включается, то полетает резко там откуда-то какодемон там. Бегать по марсианской поверхности, задыхаясь ещё. Вон они едут. Ах, вы козлы, меня не могли захватить? Это... Вот, то что там ещё? Кстати, мне кажется, я могу их выстрелы взрывать в полёте. Или мне показалось? Да, я могу взрывать их выстрелы в полёте. Это странно, он заходит каким-то дрейфующим полётом вниз, когда я его бью. Вот, то что там ещё было испугающего? А, то что ты бегаешь по марсианской поверхности, ещё при этом и убиваешь пауков, что может быть хуже? На скорость, время, пауки. Прям совсем дерьмово. А эти не могли меня подождать и забрать. Точно злые, нехорошие редиски? Это, конечно, явно не какой-нибудь Яндекс.Такси, который даже если кого-то другого везёт, можно остановить по дороге и подсесть к нему договориться. Потому что, чуваку, главное, деньги, а остальное всё насрать. И вот я только хотел сказать, что сегодня пока что не было ни одного ПДА ещё. И вот он, валяется. Джеймс Холлид. Кто ты? Бензопильщик, бензопильщик. Смотрите-ка. Вау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дверь закрыта. Ой, ещё один открылся. Чё-то я прям пересрал. Бензопила. Давай. Ой, хорошо. Даю сразу, затестим бензопилу. Это мне очень нравится. Давай-давай, дуэль на бензопилах. Что может быть хуже? В духе техасской резни бензопилой. Дуэль на бензопилах. Вы только вдумайтесь в это. Вот они лежат, бензопилы. Так, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Второй, второй. Вот он лежит. Второй монстр новый за сегодня. За этот выпуск. Удивительный выпуск. Очень боевой, очень напряжённый, очень скримерный. Двумя новыми монстрами. Как и демон и бензопильщик. Больше не представляют их роликами. При этом одно новое оружие. Непосредственно бензопила, я так понимаю... Ой. Так, сейчас, секунду. Я так понимаю, боезапаса у неё нет. Никакого бензина, судя по всему, у неё нет. Она может пилить бесконечно. Что любопытно, я только что записывал уровень для второго дума, Алиэн Вендетту и полуровня рассуждал о бензопиле. И вот она, в этом уровне. Удивительное совпадение. И, конечно, сразу повыскакивали зомби, чтобы я мог опробировать это всё, попилить. Не знаю, насколько она здесь будет актуальна, эта бензопила. В отличие от второго дума, не знаю. Не знаю. Но как-то работает она хорошо. Если дуэль на бензопилах я выиграл сухую, Этот мужик вообще ничего не смог мне сделать. И, возможно, каких-нибудь условных какодемонов можно будет запиливать тоже лихо. Я думаю, ошибки исправили классического дума. Здесь бензопила будет прям получше использоваться. А вот и коробки с бензопилами, о которых кто-то говорил в одном из ПДА. Ну, давайте послушаем. Это он так флиртует с ним. Может быть, это его парень. Короче, мы очень давно, практически в начале игры, находили у кого-то на ПДА тоже письмо о том, Что вместо ящика артефактов пришёл ящик бензопил. И, видимо, речь шла именно об этой местности, об этой секции. Наконец-то мы до сюда добрались. А где у транспортировки? Нужны раскопы? Нужны раскопы-1? Нужны, может, раскопы? Не знаю. Раскопы? Что? UFC прекращает все разработки в раскопе-1. Это включает и проекты Магнил. Указания на транспортировку и складирование полезного оборудования должны быть отданы немедленно. Отдел транспортировки. Какое-то странное сообщение. Ладно. Джеймс Холидей. Контролёр транспорта. Контролёр транспорта. Наверное, диспетчер какой-нибудь. Транспортировка и артефакт. Послушаем. Аудиозапись инспектора Джеймса Холидей. Запишу сразу. В связи с недавними поломками транспортного оборудования на 3-й площадке, руководство потребовало официального расследования. Мы должны оценить допустимые пределы веса и бесплатить. Нормально. Короче, Джеймс Холидей особой информации никакой не выдал. Опять на что-то пожаловался. Говорит, ничего не работает. Давайте там, делайте, чтобы было нормально. И пока он это сообщение записывал, у него даже запись сообщения сломалась. И он даже дозаписываться не смог. Короче, у Джеймса Холидей всё, не слава богу. Но я уже говорил, есть такие люди, у которых всегда всё, не слава богу, потому что они об этом говорят. Вот. И, видимо... Ты чё, там спал, что ли? Видимо, Джеймс Холидей к таким относится. Слушайте, бензапила реально нормальное оружие. Реально нормально. Оно даже таким монстрам шансов вообще не оставляет. Вот он телепортировался, я сразу распилил его, и всё. Это прям удивительное оружие. Короче, я не знаю. Холиды снова просто жалуются. А, не работает. А, почините. Хочу, чтобы заменили. И всё. Вот и всё его сообщение. Вот и некоторые аудиозаписи просто настолько бессмысленные и беспощадные, что даже жалеешь о том, что я их послушал. Вот. Ну, слушаем всё, конечно. Слушаем всё, разумеется. И что ещё хотел добавить. Из-за вот этой ошибки с тем, что бензопилы пришли вместо артефактов, мы получили зомби с бензопилами. Ну, что же может быть хуже на Марсе, правильно? Но... Эти зомби ещё и быстро бегают. Но дуэли на бензопилах не выдерживают. Привет. Слушайте, а мне на самом деле даже как-то понравилось пилить с бензопилы. Как-то особенно приятно на самом деле. Там вон как-то руна горела или что это. Как-то вот по-особенному приятно здесь бензопила работает. Что это? Опять же, женщина плачет. Я уже, блин, сталкивался с плачей женщиной в прошлом выпуске. Где ты? Темно ещё, как в жопе, потому что без фонаря вообще ничего не видно. Бензопила вообще сильное, прям сильное оружие. Я не знаю, мне доставляет какое-то отдельное удовольствие. Работает бензопилой? Нет, вы только посмотрите. Она реально быстро убивает, реально мощно. Враги реально ничего просто не успевают сделать. Ограниченный доступ. Дверь безопасности к чему? Не знаю. Летает что-то. Что-то происходит. Где? О, пинки. О, как хорошо, как здорово, как правильно. Вы посмотрите. Я, конечно, понимаю, что в классических думах бензопила была самым, наверное, эффективным оружием для того, чтобы быстро и бесплатно убить пинки, чтобы он не нанёс тебе ни одного урона, чтобы ты быстро и эффективно запилил его насмерть. Но здесь это работает тоже. Посмотрите, какой огромный страшный монстр. И какая реально сильная здесь бензопила. Я вообще не понимаю, нахрена нужен планмаган в таком случае или дробовик, когда все монстры просто распиливаются в считанные секунды. У неё ещё нет боезапаса в виде бензина. Они ничего не могут сделать, потому что ты очень быстро их убиваешь. Короче, я не знаю. Я прям вообще этим оружием прям впечатлён до нельзя. И так как-то приятно ей работать, я не знаю. Прям вот приятно, реально приятно. Чё это? Чё, всё? Нет питания, лифт не работает. Давайте распилим, как в этом. Где-то было такое, да? Кто-то засовывал бензопилу в лифт, и, короче, что-то распиливал, всё открывалось. То ли в какой-то игре это было, то ли в каком-то фильме это было. Не вижу зла, что ли. Короче, что-то такое. В какой некрасивой позе, чувак, ты умер. Вот если умирают, то явно не в такой позе. Это не делает тебе чести. Вряд ли ты попал в Вальхалу, умерев таким образом. Привет. Вообще прям чистый кайф. Привет, привет. Не, ну ладно, ладно. Неси мне там чуть-чуть урона, но... В общем и целом это всё херня. Всё, короче, до конца игры будем бегать. Бензопилой, судя по всему. Так, что, всё? Больше никого нет? Вроде никого. Так, как академен. Академен тоже спокойно запиливается в нули просто. Пилой, не, ребят, я влюбился в пилу. Если бы она ещё так не шумела, на записи, наверное, будет жу-жу-жу-жу-жу постоянно. ну ладно конечно все не совсем то чего ожидаешь все-таки эффективнее побегать на нас плазмоганом чтобы убивать могут издалека но если где-то демон бегает пинки пробеждая слышу я слышу его звуки слышу вот опыт пока не вижу неужели сзади заспавнулся да нет значит где-то сверху где-то сверху рычи топает бесится беснуется ждет меня как я сразу достану пилу чешни тушеваться ухты как у где ты а вот это вот это спел уже хотя смотрите он сам подходит плотную как будто напрашивается на выстрел из на выстрел из бензопилы не знаю так используйте служебный линк чтобы добраться до верхней комнаты управления открыть дверь обслуживания доступ требуется доступ ну наверно куда надо найти че это правильно ничего нового здесь принципе нет ладно пойдемте ближайшую комнату просто я реально не понимаю вот реально не понимаю а для чего нужен теперь дробовик а сразу несколько духов не все ли кажется что к счету с тобой счеты какая ужасная смерть прям вагоне и затрусился и почему все в крови я не могу понять так что мне кажется сначала надо туда сбегать на самом деле ребят хотим посмотреть что там есть потому что мне кажется продвижение по уровню там почему все в такой жесткой крови мне кажется зомби бензопильщики так не могу здесь просто изгалялись я не знаю не перерубили всех наверное кто здесь был потому что такой кровь может оставить и не знаю наверно только бензопила правильно может и туда надо дать попробуем что смотрите я могу сюда пройти правда электричество мне очень жирно всекло ого сколько здесь прохода всяких я перепрыгнуть это не могу ладно я думаю что не совсем корректно тут ходить возможно я обратно как-то буду возвращаться по этой штуке когда я ее отключу но сейчас мне там явно не гулять так вот столько крови мне кажется только бензопила моему не знаю если тут конечно нету монстров с ракетницы которые могли выстрелить чтобы вот так вот человека разорвало и столько крови было это сто процентов пила так вот для чего теперь нужен дробовик вообще это снова какие-то какие-то эти галюны пошли в дуга для чего нужен дробовик вот для чего дробовик работает на ближней дистанции убивать некоторых монстров нет с одного выстрела даже в голову а пила просто за считанные секунды и все то есть ну не знаю дробовик теперь просто юзлис закрыта ошибка системы ну что ж идем дальше идем дальше кто где о привет иди сюда мне для тебя кое-что есть но все-таки успел сделать на тысячку хотя ступени затормозил пока он там подъявлялся там просыпался заявлял о себе я мог подбежать и запилить его на халяву ну что-то я сам затормозил счет я сам затормозил руки ноги валяются цепь ногу почему запилить нельзя труп поздно ногу нет и неприятный звук так вот эту штуку можно ладно 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 в общем ничего правильного особого просто склад перси зона поддержки один уровень 2 то ждем дальше идем тогда направо о я пнул целый целый как-то лиз металлический чё это было а ух ты как мило это где-то то ли кричит или плачет или завет приличном помощь что это перебры кости от уже здесь от уже здесь по всей видимости я боюсь прослушать бензопильщик так вы где какой неудобный бой боюсь прослушать бензопильщика потому что я не уверен сколько урона он наносит но думаю что очень много почему-то мне кажется что если ко мне под бензопильщик подойдет начнем пилить это будет что-то типа как тогда два демона меня разорвали пастью примерно с такой же скорость у меня от хочет к пашечка я думаю и в общем-то мне будет нужно оттуда не выйти он подавляется хорошо рон ридж а вот я кстати здесь вызвать ли так что-то где-то здесь было где-то здесь что-то вон она лежит да 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 я правильно запомнил что-нибудь еще а там я был там я был так а лифт ты меня выпустишь из этих снизу отсюда хорошо короче да особо бегать здесь не нужно нужно кататься на лифте но сначала посмотрим что там пишет рон ридж что говорит рон ридж как раз пока он будет болтать мы проедем на лифте о небезопасно важнее да тогда почта начальство юси запрет доступа к лифту рон нам нужно что ухты кружку не уронил нам нужно чтобы вы с этого момента ввели ограничения на использование служебного лифта персонал без доступа может использовать этот лифт чтобы попасть запретную зону пожалуйста проследите за вой за этим искренне ваши начальство юриси джеймс коллида эти 4 бензопилы а это ответ на его на его сообщение которые мы прочитали рон я понятия не имею что делать с этими штуками а это он отправил джеймс коллида чем мы предыдущие куда читали а это было от рона мы читали понятно рон я понятия имею что делать с этими штуками почему бы тебе не сбросить их вращение на рядом вращение но рядом сын про как и все прочее дерьмо ну на самом деле в этом был смысл для того чтобы хотя бы зомби не появились рон ридж это офицер как и все прочее дерьмо интересно какое еще дерьмо не сбрасывали ладно слушай мне безопасное вождение инспектор рон ридж 16 октября 2145 года недавний всплеск дтп в транспортном тоннеле вызывает головную боль и услужбы снабжения и у ремонтника ухты задержки от 1 до 3 часов в доставке срочных грузов становится очевидно что необходимо серьезно переоборудовать себе развилки и провести судебничного состава цилиндров прикольно улетать за последние полгода основная масса дорожно-транспортных происшествий пришла с участок дороги от НПРО до транспортного узла на основных раздвесках тоннеля необходимо улучшить освещение в часы пик на дороге не должно быть никакого постороннего транспорта весь персонал должен по возможности пользоваться чтобы не мешать перевозке грузов все офицер говорит о том что ух ты смотрите кто-то офицер нам сообщил о том что часто происходит дтп дтп видимо на таких машинах на которых поехали те два товарищи возможно правильно так вот как мне потом интересно вернуться на него будет нет я же нельзя как интересно потом у него запрыгну смогу ли вряд ли ой плохо сделал я ой плохо сделал я так ладно а ночью не придумаем хотя что здесь придумал нет на самом деле надо подогрудиться и сделать малость по-другому вон он бегает какой клуб и солдат он нет в этот раз я его не убил появись 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 можете гранату кинуть но тебе с таким граната метанием только картошку в мешок забрасывать после того как видео выход выкопал и это и это военнослужащий это урод вообще как так как ты хило кидаешь гранату вообще не знаю ты должен забрасывать и совершенно спокойно на те 1 тот мост ужас вообще вообще фу просто позор ну хотя чего ожидать от дунга который там кривой виска с обочины как мы определили так а здесь и ничего делать не могу да ну ладно зато здесь лежит плазма так вот происходит дтп видимо на таких машинах на которых уехали те двое и и и он говорит это все потому что катаются все подряд все кому не лень поэтому пусть якобы все пользуются монорельцы она на рельс я так понимаю это аналог метро вот что я вообще не понимаю а куда надо что делать ладно сохранимся потому что потом иначе просто не вернуться будет на эту хрень поэтому а я просто не могу сюда зайти что же как мне тогда вернуться назад после того как я взял плазму а как как это надо было вот так вот идти ну конечно не буду этого делать нахрене это плазма не нужно едем дальше а я могу наверх могу наверх ну давайте сначала по низу на на пройдем я не знаю ой как там у вас все неприятно никакого здесь не выбраны где ты планом не ждешь не надо так а куда мне надо ну явно все вперед я ехать не могу потому что вот эта штука сажирова пути выход из зоны мне показалось написано выход из игры мне нужно по идее туда получается правильно но наверно мне туда нельзя мне надо опять какой-то по данной теперь ну давайте где как один вот из ты как один инду ну кстати как-то вот уклоняется что манси пытается куда-то свинтить как-то уж очень как неприятно зона защищена через станция охрана 01 понятно ну как я и думал какие думал сначала мне надо в какое-то другое место попасть наверное на второй этаж или что-то типа того ну ладно пошли он там еще снизу что-то валяется но я пока не понимаю как спуститься да и надо ли спускаться вообще броня у полная аптечка валяется патрона мне это не особо надо а лестница вон там так как потом бы мне сюда интересно сможет смогу ли я потом вернуться давайте как то вот так попробуем сделать вот так ее развернуть а потом случае чего вы цепи штуки перепрыгнуть да отлично отлично ну ладно пойдем сходим за припасами патроны взялись это хорошо может тут кто-нибудь из монстров сейчас будет так ну никому хотя чуть заскрипела но вроде ничего вроде никого ну ладно ладно не будем провоцировать дтп аккуратно будем пользоваться этим листом надеюсь я смогу вернуться забраться на него снова чтобы мне не пришлось бежать самое начало не жать кнопку вызвать лист где ты я тебя слышу опять ты без главы а если с кулаков тебя на давай на кулачках бах я не могу дать тебе в морду нормально а хорошо развалив ну я не могу не могу назвать это мордобоем но я в общем кулачном поединке уработал его один на один честно как мужик мужиком так хорошо чищу так что броня но нам не так фула вы чё это открыть а открыл а вот самом начале и да сейчас я в самом начале да 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 все вспомню это самом начале чтобы я мог типа вызвать лифт но я хитрый я остался возможно запрыгнуть на лифт и так поэтому мне не надо мучиться там опять ехать вот так вот честно по кантичку так вот хоп-хоп и все и уже на месте правильно чушь и надо ничего не надо я это это было не она вы чё прикалываетесь а как когда ну а у меня остается только одна версия то можно было еще как-то на второй этаж а можно выбирать прикиньте можно было выбирать они ездят самостоятельно так ладно это значит станция 3 выход это станция 3 выход хорошо станция 2 управления управление чем чем управление чего ну поехали ладно визит ну вообще мне осталось вот только тут сверху правильный потом я еще не был так справление так видимо правильно иду где-то вот так что я не понимаю а как я умудрюсь эту станцию нет это вот оно самое начало и это вот оно самое начало здесь я был как раз это значит станция 2 управления ну поехали на станцию 1 загрузку что еще остается хотя я про его смотрите сверху что-то еще патроны какие-то мне определенно нужно наверх как на станции 1 я тоже был суды по всему да здесь я был тоже я перешел между станциями 1 и 2 по дверям мне это не нужно но по крайней мере там появилась как а дема знаешь я все там сделал правильно ладно не знаю что еще мне нужно делать но почему-то мне кажется что мне нужно самостоятельно подняться на второй этаж и уже оттуда делать какие-то действия потому что не первая ни вторая ни третья станция мне особо ниши не дают ведь и мне надо будет выйти так он и здесь ну давайте попробуем о второй этаж правильно по моему да давайте посмотрим но вы бы еще вообще в прошлом уровне моего пуза спавнили а работает ли так все круг замкнулся я поняты лифт был просто поднят хорошо далеко назад ты телепортировали зачем с какой целью чтобы я такой типа услышал о где-то телепортируется монстр ну я его не вижу ну ладно телепортируется телепортируется пойду назад он напал на меня сзади то есть ну это странно но зачем так далеко зачем вот вот здесь правильно здесь я мочил этого пулеметчика точнее этого автоматчика нормально нормально идем патроны на плазме вот они как и должно было быть здесь продвижение дальше где-то где-то демон я слышу его а вот он давай вот так вот я за углом подстаю чтобы ты потупил а потом бах и устроить и неждан ой какой ты жгодки какой ты был большой больной может быть стоило запилить его из плазмогана хорошо в той двери когда что как ты ножку закинул давайте отпилю ее прям как пиле точнее у меня в руках и так пилай ладно что здесь вот он стоит смотрите бензопильчик ты такой жирный а вот хорошо что сюда зашел правильно но все станция охраны 0 1 зона была закрыта 1320 код доступа 731 пользователь кэмпбелл движется администратором обслуживаю чтобы получить доступ к для открытия зоны запланировано ридж лайндер джефф брайан джеймс но это не сильно интересно понятно то что то что кто-то закрыл дверь и все но хорошо что метнулся сюда а не дошел до туда и потом дорогу не бежал обратно но очень жирный очень жирный тут зомби реально стоял может быть его только спилы и надо убивать дуэль на бензопилах каждый раз устраивать потому что плазма учета дюжи долго умирал как-то прям до неприличия ладно пойдем туда откуда выбежал пинки а потом видим от зону 3 опаха устойчивость туалетных не видел но она мне а я не могу сюда ну нет наверно было сначала все-таки туда зайти ладно используя хэлл-стейшн 10 за 1 так и как я теперь могу вернуться к своему лифту если я просто спрыгну сильно много интересным потеряю давайте посмотрим вот так вот поп 20 ну правда я пол саму жопу 3 ой сколько я потерял не 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 ребят мне так не надо это что-то дюжу много он еще и поскользнулся на этой хрень нет прям дофига я так хочу давайте сюда по-человечески выйдем шоу что так о смотрите вот она и плазма которую я искал нет я прям промазал мимо нее нет я должен взять эту плазму потому что у меня патрон на плазмик стремительно стали заканчиваться сколько же там 550 что ли максимум как-то надо вот так вот хоба ты все равно 30 хочет так много ты так отсюда никак не могу никак не могу короче это не совсем хорошая тема на самом деле это патроны с плазмой потому что я потом до лифта не дойду короче все маршрут выработал не нужно мне не патрон из плазмы брать никуда прыгать нужно просто вернуться туда где стоял у меня лифты все это будет ок нет не сюда вот сюда вот сюда мы возвращаемся нажимаем станция 3 выход и все у нас нормально получается правильно да и покрым на эти патроны с плазмой ну там крайне неудобно их брать тем по максам я бы мог сейчас но не охота терять тратить на это время тем более что у нас уже доступно самое сильное оружие в игре по всей видимости это бензопила поэтому даже если патрон на плазмой каким-то образом закончится а у меня видишь 6 пулемет на котором 660 патронов это просто фантастика я не знаю боезапас снова холстейши удивительных боезапас дубни прям очень радует лучше откроются эти стенки все выпустят о о о о о о о а это кстати то о чем я говорил о чем я рассказывал давайте запишемся так вот до кончу мысль здесь патронами прям вообще накармливают так что никогда невозможно без патронов остаться но если даже каким-то чудом ты остался у тебя все еще есть имбовая бензопила слушайте интересный интересный уровень вот о чем я говорил это тот самый момент из фильма дум точнее фильме дум воспроизведут потом этот момент этот самый такое там было в думе поэтому смотрите что сейчас будет но я думаю все и так догадали что это за маска of madness витает в духе квейка давайте возьмем и и да это персерк не адреналин как там было а именно персерк в голове какие-то крики вопли видоплясово идут безголовые зомби жирные там обычные с разводным ключом без него а я всех урабатываю кулаками что все что интересно когда в доте надеваю включаешь маску of madness в голове у персонажа такая же история возникает но я всех убил что заканчивайся а где индикатор сколько она длится интересно вот такой вот персерк я как-то как-то быстро удалось сработать не знаю я специально не стал доставать бензопилу с которой я бы справился бы вдвое быстрее но вот так здесь выглядит берсерк он никак в классическом думе не на весь уровень дается не до конца уровня она ограниченное время но у которого кстати нет индикатора и вот не знаю для чего это нужно по моему в игре он всего один или два я классно побегал по без помесил из зомби с кулаков одного там двух ударов их убивая ничего особенного в этом не было но если бы эта штука хотя бы как-то было там на каждом шагу но ведь нет особо и сон особо не встречу в игре и зачем ну ради геймплейного какого-то момента ради приколюшки такой война почему бы нет давай давай я жду тебя давай не нет шансов нет шансов хотя возможно кстати я бы берсерк успел бы и до него донести и завалить его еще из кулаков но в дуэлях на бензопилах почему-то думгай настолько крут может он выходить из какого-то американского штата типа техас в котором он все детство работал с бензопилой и поэтому он настолько настолько мастер работы с пилой что у моба бензопильщика просто шансов нет даже от даже микро урон не нанести я запиливаю быстро и лишительно и беспощадно так сохранимся снова хоть некоторых и бесит что сейчас но привычка он они уезжают но вы забывали вы не можете меня подождать я не знаю но который раз я нога не пытаюсь их нагнать и не выходит у меня эту бой как один он все-таки попал мне кстати говоря я насколько только стою бью его у меня уже половина кислорода закончу ну вот он лежит баллон который восстанавливать до 50 восстанавливать я могу продолжать бить как а демонов и дальше так ну что выход здесь выход здесь на хочу сбегать еще туда назад смотреть может там какой-то секрет потому что бфг лежит а почему бы и нет обычно оружие новые запихивают куда-нибудь прям подальше но видимо не в этот раз потому как здесь больше ничего нет явно ничего ну поэтому будем возвращаться так нельзя красе и убежать одновременно давай давай уходим 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 у нас все это конец уровнях вот и вот и все вот и уровень трансфер связи следующий уровень центр связи вот добрались мы видимо эти мужики за которыми мы следуем только только доехали сюда на машине я не знаю как они так долго ехали почему я пешком успел их догнать видимо видимо напрямки так вот как я бежал было намного быстрее что ж парни надулись здесь следующий он уровень центр связи в которой мне нужно использовать будь эту карточку которую мне дал выживший тогда потом умерший член отряда браво чтобы я вызвал флот земли подкрепления хотя я удивлен как до сих пор они сами его не вызвали учитывая что земли наверняка каждый день там какие диспетчеры обмениваются запросами на о состоянии и вот земли приходят запросы и никто не отвечает вообще никто со всей базы и вы реально хотите сказать что они сами не догадались что здесь что-то случилось чтобы отправить флот почему именно мне нужно что-то куда-то ставить ну вот это вот косяк нелогичности на мой взгляд вот в общем-то крутой получился уровень прям действительно крутой ничего себе новое оружие бензопила два новых монстров бензопильщик соответственно и как а демон и более того дали дали побегать немного с берсерком пусть глуповато пусть там бесплатно помутузить монстров пусть он всего один или два в игре пускай пускай но здесь вот преподнесли это вот так когда не традиции уважению классическим думам сделав его в принципе в принципе таким как у какой он и должен быть но это странно когда ты будешь берсерк и он у тебя длится весь уровень правильно берсерк должен быть какое-то ограниченное время и кстати говоря по моему я бегал еще не теряя энергии когда он у меня был в общем довольно весь в это геймплейный момент мне понравился было прикольный сам уровень прям очень крутой очень богатый на события прям прям вообще я с него дико кайфа ну это наверное первый уровень такой многообразный такой вот кайфовый всех десяти которые мы прошли если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на канал нажимать на колокольчик и оставлять свое мнение в комментариях под этим видео также забегайте в twitter и пишите 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 комментарии так люблю когда вы это делаете до встречи в следующих уровнях пока